Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Коротко о главных событиях Алтайского края расскажу вам я, Кирилл Гусев. Насколько эффективно работает действующий закон о курении и внесут ли в него поправки, узнаете далее. В регионе продолжается программа капремонта многоквартирных домов. О новых строительных технологиях расскажем в выпуске. История одной большой семьи из Баевского района. Как родителям удается успешно воспитывать четырех детей и быть примером для всего села. Секрет успеха узнаете в выпуске. И сначала о погоде. Дожди, местами мокрый снег и гололед ожидают сегодня жителей большей части территории региона. Ветер будет западный 7-12 метров в секунду. Местами порывы до 22 метров в секунду. Ночью температура 0, плюс 5 градусов. Но а днем воздух прогреется до плюс 5, плюс 10 градусов. К другим темам. Закон о курении планирует дополнить запретом на вейпы и кальяны. Как в заведениях, так и в любых других местах скопления людей. Тем временем, действующий закон некоторых курильщиков по-прежнему не пугает. И они продолжают дымить на остановках рядом с образовательными учреждениями, вокзалами и в подъездах. Кстати, курит у нас в регионе каждый четвертый житель. Это достаточно большая цифра. Справляться с этой привычкой помогают специалисты-наркологи. Они же считают, что замена обычных сигарет на электронные наносит больше вред. А вейпи, так же как и табак, вызывают различные поражения, сердечно-сосудистой и легочной системы. Они могут вызвать аллергию, потому что там спираль, и через эту спираль прогоняются жидкие смеси, синтетические. И человек может получить как аллергию, как и ожог верхних дыхательных путей, и точно так же может получить и онкологическое заболевание, и тоже инфизиму легких, и сердечно-сосудистую. То есть миокардиодистрофию может получить. Подробнее о том, что грозит нарушителям закона и как бороться с курильщиками, расскажем в следующих выпусках новостей, а также в программе «Интервью дня». Гость в студии юрист Дмитрий Кондратов. Смотрите сегодня в 17.15. А пока продолжим выпуск. Последняя в этом сезоне партия вакцины против гриппа поступила в Алтайский край. Какие категории населения могут бесплатно поставить прививку, расскажем далее. Почти полмиллиона доз вакцины с суфигрипп поступило на Алтай вторым траншем. Всего с начала эпидезона прививки против гриппа поставили 487 тысяч человек, а это 21% жителей региона. Тем, кто не успел, медики советуют поторопиться. Прививки ставят бесплатно в поликлинике по месту жительства таким категориям населения – детям, школьникам и студентам, медработникам и работникам образовательных организаций, беременным и пожилым. Остальные могут пройти вакцинацию за свой счет или за счет средств работодателя. Что такое цифровая дипломатия и как с помощью социальных сетей выстроить диалог между госорганами и общественностью? В эти минуты в Барнауле проходит специализированный семинар, который проводит Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России. Там работает моя коллега Екатерина Варкентин. Екатерина, доброе утро, вам слово. Здравствуйте, Кирилл. Мы находимся в Министерстве образования и науки Алтайского края. Здесь проходит специализированный семинар для сотрудников региональных органов исполнительной власти. В последнее время социальные сети нередко становятся чуть ли не главным источником информации, поэтому госорганам важно научиться с их помощью выстраивать диалог с общественностью. Семинар организовал Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России. У меня на этом все. Кирилл, вам слово. Спасибо, Екатерина. А я продолжу выпуск. 260 отремонтированных домов и тысячи довольных жильцов. В регионе продолжается капремонт многоквартирных домов. Используют строители и современные технологии. Региональный оператор внедрил новый способ ремонта кровель с использованием металлокаркаса. Что это и как работает, расскажем в нашем следующем сюжете. Металлический каркас оцинкованный профлистом. Так теперь будут отремонтированы крыши многих домов Барнаула. Этот способ помогает выполнить ремонт лотковой крыши более качественно и экономично. Каркас кровли пожаробезопасный, спасает ее от гниения. Такое покрытие скоро появится в доме по адресу Малахова, 27. На него потратят около 4,5 миллионов рублей. Восстановление же бетонных плит лотковых очень трудоемкий процесс. Устройство металлокаркаса возводится очень быстро, в короткие сроки. И она рассчитана, ну, прочность ее рассчитана даже при снеговой нагрузке, что на квадратный метр составляет около 30 килограмм. То есть это довольно-таки легкий, будет легкая конструкция крыши. По словам жильцов, старой крыши уже больше 30 лет. Поэтому неудивительно, что за столько времени она пришла в негодность. В непогоду квартиры верхних этажей буквально заливала дождем. Крыша у нас, конечно, была в ужасном состоянии. То, что было какое покрытие, ничего там уже конкретно не осталось. То есть она вот чисто беленькие, голенькие плиты. И поэтому очень сильно затапливала квартиры, особенно вот последние ливни. И у нас три квартиры, то есть стекло вообще вот как будто идет дождь и к ним в квартиры. Всего подрядчику предстоит привести в порядок около тысячи квадратных метров. Сделать это планируют к началу декабря. Евгения Князева, Анатолий Фукс. Новости. Многодетная семья Кузнецовых из села Баева одна из самых активных в районе. Родители участвуют в крупных фестивалях краевого уровня. Дети уже занимаются творчеством и спортом в различных секциях. Наша съемочная группа съездила к Кузнецовым. Подробности у Вадима Слюсарева. Саша и Егор Кузнецовы с детства любят работать руками. И это неудивительно. Алексей, их отец, ремесленник со стажем, приучает и детей к добросовестному труду. Всего в семье Кузнецовых четыре ребенка. И родители уверены, воспитывать такое количество детей нетрудно. Главное – обоюдное доверие. Строго с ними не получается. А можно с глиной что-то поделать? По-разному. А можно с глиной что-то поделать? Поделаем, можно. Собрать детей в школу, одеть, обуть – дело затратное. Семья Кузнецовых пользуется социальными льготами и выплатами. Родители стараются получить максимум поддержки от государства, чтобы дети росли в комфортных условиях. Получать достойное образование и могли заниматься в дополнительных секциях – рисовании, музыке и спорте. В районе у нас, ну вообще, наверное, в России мир социальных поддержки. Вот до полутора лет мы получали, до трех лет социальное пособие. Потом вот земельные участки выделяли для многодетных семей. Алексей и Татьяна – активные родители. Глава семейства признан лучшим отцом в краевом конкурсе всей семьей на сцену. А мать ежегодно принимает участие в форуме «Алтай.Роста» в качестве администратора. Но оба признаются – главная цель жизни – воспитание детей, чтобы в будущем они были энергичными, как родители, а может быть, и еще активнее. Вадим Слюсарев, Антон Червяков. Новости.